Всем привет! Хочу вам сегодня показать, как празднуют 8 марта. Праздник 8 марта во Франции. Смотрим. Ну, вы поняли намек, наверное. Такой арт-хаус получился. Типа, сами догадайтесь. Но, я думаю, вы поняли намек. Никак не празднуют. То есть, практически, этот праздник, его знают, в принципе, знают, что есть такой праздник. Некоторые, может быть, некоторые даже поздравляют своих женщин. Но, в общем и целом, это рабочий день. Никаких подарков особых, никакой суеты. И я вот спрашивал у многих, знают ли они этот праздник. Некоторые сначала не понимали, потом да, 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 есть такой праздник. Так, там, что-то, что-то такое. Праздник женщин, типа такого. Но, говорю, а подарки там ждете вы, дарят вам в этот день? Большинство говорит, что нет. Некоторые так просто, там, улыбаются, типа, а, ну, может быть, я надеюсь, там, туда-сюда. То есть, в целом, нет такого праздника здесь, как такового. Во-первых, это не праздничный день, все работают в этот день. Во-вторых, то есть, если мужчина, допустим, в этот день не подарил подарок, то, в принципе, немногие там как-то на него обидятся или подумают. То есть, в принципе, это, скажем так, не принято. Здесь большой суеты по этому поводу нет. Хотя, опять же, есть, наверное, исключения. Есть люди, которые, может быть, празднуют, ждут. Как-то так. В основном, естественно, 23 февраля, конечно же, здесь тоже нет. Точнее, не тоже, а вот этого праздника действительно здесь нет. По той простой причине, что это праздник День Советской Армии, потом День Защитника Отечества, как там его только не называют. Естественно, здесь такого праздника нет. Здесь, в основном, если вот так вот брать поздравления мужчин-женщин, то здесь есть такие праздники, довольно знаменитые. Ну, как, это тоже рабочий день, но, в принципе, их празднуют больше. То есть, это День Папы, например, или День Бабушки, День Мамы, там, вот в таком духе. Вот в эти дни в основном поздравляют своих женщин, там, дети, мам. Ну, то есть, вы поняли суть. Вот эти праздники более-более такие значимые во Франции. Совсем забыл, есть один вариант. Сейчас возьмем интервью у англичанина, который работает здесь, и заодно узнаем, как в Англии это происходит. То же самое с праздником 8 марта, либо так, как у нас. Сегодня, это 8 марта? Да, это 8 марта, сегодня. Ты знаешь, это какой день? Это фэта или что? Нет, это не фэта. Ну, в твоем стране, в Англии, в Англии, в Англии, в Англии, в Англии, в Англии, не фэта на 8 марта? Я думаю, нет. Ну, это фэта, это фэта, это фэта. Фэта, это фэта. Ага. Фэта, это фэта. 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 Фэта, приезда. Фэта. Фэта 7 марта? Фэта. Фэта мафа. Фэта. Фэта штрай? Фэта. ВosterJA Zoo фэта. Мэр, не لوético, фэта. Фэтаically с inaccur teamнами. Фэта, конечно, но противникvaточковый день. Спасибо большое за интервью. И в принципе, несмотря на все это, хочу сказать для тех, кто... для кого это все-таки праздник, а для наших, как говорится, жителей СНГ в большинстве это праздник, особенно для девушек, для мужиков, не знаю, может быть это не столько праздник, сколько головная боль, но тем не менее, с праздником даже тех, кто плохо себя вел. На этом все. Про 8 марта я рассказал вкратце. Думаю, вам понравилось. Всем пока, до новых видосов.